Не помыться, не убраться, не приготовить еду. Жители села Спасское городище Судольского района остались без воды. Так они живут уже последние три недели. Вода в кранах появляется только ночью, рассказывают люди. Условия жизни местные называют не иначе, как невыносимыми. Мы сюда приехали 13 лет назад. Я привезла, допустим, своих родителей, инвалидов. У меня здесь вырос маленький ребенок грудной. И у нас с года в год одна и та же проблема. С мая по сентябрь нет воды. Мы сидим, ждем 11 ночи, чтобы постирать, помыть, приготовить, что-то дома сделать. И встаем в 3-4 утра, чтобы еще собраться на работу. В 19 лет я как замуж вышла, с водой вот это получается. Ни кран, ни инвалиды не помыть, ни подмыть ребенка, ни приготовить кушать, ничего нет воды. И стало уже у нас в этом году и осенью, весна и зима. Одна из возмущенных рассказывает, что не раз обращалась к властям. Но толку от общения с чиновниками никакого, говорит жительница села. Звоню, я говорю, мы же с вами вчера разговаривали, вы же обещали, что приедет бригада, посмотрит. Сказали, не успели, ждите, разбирается. Или приехали, посмотрели насосы, насосы, все нормально, все работает. Но воды какие-то не было, так и нет воды. Вот и так происходит каждый божий день. Просто обговорки тупые, обговорки. Мы им надоели, конечно, мы надоели им просто. Вот и все. В администрации Судольского района сказали, что обращения от жителей не поступало. И только после появления этого материала в соцсетях и подключения шестого канала к решению проблем жителей, чиновники пообещали все исправить. Ну мы там сегодня будем менять насос, все, там все будет нормально. Я что хочу сказать, вот когда идет сильный полив, да, вот полив, ну как вот, ну по прошлому, это году, вот там, ну, значит, не хватало вот как-то воды. Вот иногда, иногда. То есть у них после замены насоса будет уже днем вода горячая, холодная? Да, 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 все будет нормально. Специалист в сфере ЖКХ уточняет, допустимый предел отсутствия холодной воды в кранах людей составляет 8 часов в месяц. В ином случае коммунальщики могут быть привлечены к ответственности. Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды 8 часов суммарно в течение одного месяца, 4 часа единовременно при аварии в сентрализованных сетях холодного водоснабжения. Превышение пределов допустимых по непредоставлению коммунального суда и соответственность наступает в размере штраф составляет административный штраф в должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. В данном случае за подачу воды отвечают судорские коммунальные системы. Если вода так и не начнет идти из крана в нормальном режиме, общественники рекомендуют обращаться в госжилоинспекцию. В надзорном ведомстве должны помочь коммунальщикам должным образом выполнять свою работу. Алексей Домнин, 6 канал.